1952 год, один из самых тяжелых периодов для старушки Франции. Страна находится в полнейшем упадке, и мы вынуждены платить огромные репарации Германии. Заводы стоят, рабочие протестуют. И если мы хотим вырваться из этой долговой ямы, то нам нужно придумать какое-то решение как можно быстрее. Три республики, две империи и кто знает сколько революций и восстаний. Если сказать, что история Франции была бурной, то это большое преуменьшение. Но никогда эта страна не была в настолько плохом положении, как сейчас. Бывшее сердце европейской культуры теперь банкрот, обезоружено и обескровлено. Это слишком для нашего правительства, и нужно как можно быстрее предпринять ответственные действия. Иначе наша страна скатится на край пропасти. Во времена Петена французское государство плотно сотрудничало с немецким правительством. Это наложило соответствующие ограничения на нашу страну и в первую очередь экономику. Новое правительство Вейгана надеется добиться полной экономической независимости от фюрера, при этом сохраняя нейтралитет. Что-то мне кажется, что это благие начинания, которые приведут к новой войне. Как бы то ни было, сейчас мы живем в суровой действительности, и единственный способ хоть как-то пополнить нашу казну, это временно повысить налоги. Мирное население, естественно, не будет довольно таким развитием событий, но у нас, по-моему, нет другого выхода. Параллельно мы начнем встречи с Рэйхс-представителями. Будем надеяться, что нам удастся выбить соответствующие уступки, и наконец-таки привести к тому, что немецкие легионы покинут территорию Франции. В марте 52-го в Алжире начались беспорядки. Сотни людей вышли на улицу в знак протеста текущей власти. Если так продлится и дальше, Франция может попрощаться со статусом колониальной державы. В Алжире начинается гражданская война. Учитывая то, что нам более не стоит надеяться на лояльность своих колоний, нужно как можно быстрее начать подъем сельского хозяйства. В противном случае, нашу страну постигнет судьба нашей колонии. Пока что мы можем лишь помочь вооружением, лояльной нам стороне. Да и то, штыков у нас не так что и много, а Третий Рейх вычистил все до последнего патрона. А мы сейчас не можем накалять сложившуюся ситуацию, учитывая то, что у нас назначена встреча с Рейхс-представителями. Это была достаточно плодотворная встреча, хоть мы и не смогли достичь поставленных перед нами задач. Но мы смогли выиграть самый главный ресурс в этом мире. Этим ресурсам было время, необходимое нам для достижения экономической стабильности. Переговоры с Рейхс-представителем задача нелегкая. Но в конце концов, нам нужно что-то сделать для того, чтобы оставаться независимыми. И рано или поздно мы сможем снять оковы фашизма и вновь встать с колен. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, мы можем вновь открыть наши фабрики. Многие фабрики вышли из бизнеса после того, как наша экономика стремительно пала. Безработица стремительно растет, а вместе с ней рука об руку идет и преступность. Но теперь, когда мы сможем открыть фабрики, настало время нашим рабочим делать то, что они умеют лучше всего. А именно, работать. Наш план был надежен как швейцарские часы, но судя по всему, раз в год и они ломаются. Началась всеобщая забастовка. Ну а на головы нашего правительства свалилась очередная проблема. Страна погрязла в дебафах. И теперь, помимо того, что нам нужно платить репарации Рейху, у нас некомпетентное правительство, при этом оно еще и разделенное. Нам с вами нужно еще каким-то образом пытаться договориться с нашими рабочими. И почему наше население так и любит бунты? С самого первого дня промышленной революции профсоюзы предпринимали бунт за бунтом, забастовку за забастовкой. Если в фабрике собираются зарабатывать снова, то мы должны договориться с рабочими. Компромисс с Рейхом обеспечит нам выживаемость, а вот компромисс с рабочими обеспечит нам развитие. Естественно, этим не следует пренебрегать, но возможно настало время достаточно жестких решений. Нам нужно как можно быстрее избавиться от стагнации инфляции и следующих заимпопитам кризисов. На горизонте уже виднеются ростки роста экономики. Но без соответствующих экономических реформ нам не будет добиться хотя бы какой-то эффективности. К тому же у нас по-прежнему остается проблема с рабочими. Они бастуют и всячески стопоряют развитие нашей экономики. Если мы не будем предпринимать какие-либо действия по этому вопросу, то рано или поздно начнутся проблемы. Новый бунт за бастовок остановил промышленность Франции на несколько дней. И хватит пытаться идти на уступки этим людям. Если нам понадобится, мы заставим их работать, ведь у нас в пропуске нет другого выбора, иначе наша страна развалится на куски. Теперь, когда вопрос с рабочими практически решен, мы можем начать развитие юга. Следом за ним подтянуть и промышленные регионы севера. Теперь наш народ понимает, что мы стремимся лишь вернуть величие нашей стране. Поэтому мы можем заняться возрождением национального патриотизма. Рано или поздно мы сможем провести реформы армии и восстановить нашу военную машину. Таким образом мы добьемся независимости от Рейха, хочет он того или нет. И хоть губительные репарации существенно парализовали нашу страну, мы, похоже, нашли решение сложившейся ситуации. Наконец-таки мы можем хотя бы немного уменьшить влияние Германии. Совсем скоро Франция будет свободной страной. К тому же, возможно, нам не придется ждать слишком долго. Фюрер мертв и Великогерманский Рейх трещит по швам. К сожалению, сейчас у нас закрываются достаточно интересные фокусы, и мы не успели снизить влияние Германии в нашей стране. Хотя сейчас, судя по всему, оно и так упало ниже Плинтуса. Но давайте не будем о грустном, сейчас настало время праздновать. Фюрер мертв, а это значит, что у нашего народа наконец-таки появился шанс обрести независимость. Это будет нечто грандиозное. Наконец-таки наши планы можно реализовать в наилучшем для нас свете. Возможно, эта ситуация позволит нам избавиться от конских репараций, которые мы вынуждены платить уже долгие годы. Но, как всегда, есть одно «но». Во время коктейльной вечеринки, проведенной в резиденции вождя, элита Франции собралась в зале, официально отмечая долголетие французского государства. Но в глубине души они знали, что радовались смерти Гитлера. Среди гостей – вождь Вейган, один из них. Ближе к концу этого светского мероприятия, Вейган произнес свою заключительную речь, сказав обнадеживающие слова для будущего Франции. Но в конце, как раз когда все в зале болели за шефа, одинокий стрелок выскочил из толпы со своим лютером и выстрелил в него. И сейчас нам предстоит принять тяжелое решение. Выжил ли наш с вами правитель? И что стоилось со стрелком? Вейган построил свою карьеру в качестве офицера при Фаше во время Первой мировой войны. Он стал министром национальной обороны при кабинете ПТНа, сначала базировавшись в Више, а потом перебравшись в Париж. Хотя он и был известным членом военного правого крыла и сотрудничал с нацистами сначала, надо сказать, вместе с остальным правительством ПТНа. Однако он был известен в широких кругах как откровенный критик полного сотрудничества с Осью. Ну и собственно, на всем нашем прохождении мы с вами замечаем, что он, в общем-то, пытается всячески ослабить позиции Рейха во Франции. И с одной стороны, сейчас нам нужен такой человек, но с другой, непонятно, каким он будет правителем в будущем. Все-таки его правление молодое и достаточно хрупкое. И сможет ли он справиться с такой ношей, как полное управление страной? Но да ладно, все-таки давайте посмотрим, что будет, если одинокий стрелок выполнит поставленную перед ним задачу и все-таки убьет нашего шефа. Шеф умирает, и наше государство погружается в хаос. Правительство парализовано, и нам с вами предстоит решить, кто же возьмет управление страной в свои руки в это тяжелое время. Вскоре после смерти Вейгана столицу охватили беспорядки. Тысячи бунтовщиков выходят на улицу, разрушая инфраструктуру, поджигая баррикады и грабя магазины. Политические возможности полиции становятся все меньше и меньше. Закон и порядок в Париже сильно ослаблены, а экстренные службы парализованы. Новости о смерти главы быстро распространились, и теперь правительственные здания в столице сообщают о толпах людей, скандирующих слоганы абсолютно всевозможных партий. Оружейные магазины разграблены, а ожесточенные столкновения разрастаются по улицам Парижа. Никто не знает, что происходит, и кто теперь во главе всего этого безумия. После нескольких дней анархии в столице страны и беспорядки распространились по всей Франции. Крупные населенные пункты теперь переполнены мятежниками, идущими против французского государства. Военным было приказано подавить эти бунты во что бы то ни стало, но страх перед бунтовщиками все еще велик. Но и тут, судя по всему, либо мы подавляем бунты, либо отправляем все на самотек, и это не очень хороший вариант, учитывая то, что у нас понизится стабилка. И хотя, с другой стороны, отсутствие дебафов может вылиться нам в достаточно плохое будущее, но все-таки решение было принято. Жак Дорио, видный фашистский политик, собрал вокруг себя достаточно большое количество сторонников и объявил, что Вейган был убит коммунистическими повстанцами. И прежде чем двигаться к правительственным кварталам Парижа, Дорио и его группа шли до тех пор, пока не встретили полицейский патруль. Те решили остановить их, и завязалась достаточно нежуточная подосовка. И теперь нам предстоит решить, кто же, собственно, выйдет из ее победителем. И получается, что наше с вами государство вновь стоит перед выбором. В первом варианте развития событий мы с вами выполняем фокус «Свобода Франции». В этом случае, я так понимаю, к власти приходит фашистская партия и пытается наладить связи с Германией, постепенно вновь возвращая величие нашей страны. Ветка фокусов здесь достаточно большая, комплексная, и в первую очередь она, естественно, посвящается наведению порядка в нашем новом государстве. Особо никаких выборов здесь, я так понимаю, не будет. Мы с вами будем идти по четко намеченному пути развития для нашей страны. И почему-то я не вижу никаких фокусов на экспансию, даже на возвращение наших колоний. В любом случае, мне кажется, что хотя бы где-то должны быть спрятаны решения по возвращению полной независимости. Второй вариант событий у нас приводит к тому, что бунтовщики арестованы, и товарищ Шарль Нагес выходит на мировую аренду. Надеюсь, что я правильно произнес ее фамилию, все-таки не силен я во французском. Если я не ошибаюсь, он когда-то был колониальным администратором, и вполне возможно, что у него хотя бы есть какие-то задатки управления. И тут у нас с вами получается довольно гибкая система решений. Мы либо можем посотрудничать с Рейхом, либо повернуть в сторону дружбы с американцами. На самом деле, достаточно интересный вариант развития событий, учитывая то, что за союзников на моем канале прохождения было не так что и много, и это неплохой способ исправить сложившуюся ситуацию. Но ведя порядок, у нас появится несколько вариантов развития событий. Выборы это всегда хорошо, и если мы пойдем по левой ветке, то я так понимаю, сотрудничество с США будет достаточно плотным. Правая ветка, кстати говоря, тоже достаточно интересная. В общем-то, я бы все эти три ветки прорашил, но, к сожалению, вряд ли вы смотрели бы так много Франции. В любом случае, прохождение обещает быть интересным, но решение под поводу того, в какую сторону двинется наше развитие, предлагаю все-таки принять вам. Пишите в комментариях, кого мы с вами выдвинем на пост главы нашего нового государства, ну а также предлагайте идеи о дальнейших прохождениях. Самые интересные идеи попадают в мои опросы. Ну а я с вами не прощаюсь, до новых встреч, пока, ребята, играйте только в хорошее.